Так, ребят, пора всех нагнуть, погнали Ага, вот он, вот он, первый пошел, первый килл, есть Хочу сразу второй, сразу второй, можно сразу второй? Есть, кстати, второй есть, второй нормально Есть, есть третий, ребят, третий, просто три подряд Четыре подряд, ребят, четыре подряд килла, четыре подряд килла, нормуль Так, друзья, всем привет, меня зовут Максим Шубин, канал это реально интересно И только что я играл в Standoff 2 на ПК и на самом деле реально кайфовал от этой игры, потому что если на мобилке играть, то там очень все мелко, надо вот так вот держать смартфон и ну как бы не то, согласитесь, на ПК сыграть в эту игру куда прикольнее, куда кайфовее и сегодня вам расскажу как это сделать. Итак, друзья, вот мы и на сайте, где вы можете скачать программку, с помощью которой вы сможете поиграть на ПК в Standoff 2. Эта программа называется эмулятор, а именно я советую вам выбрать, здесь есть на этом сайте 3 эмулятора, это Bluestacks, Nox App Player, Memo, но я вам посоветую, ребят, выбрать самый первый, это Bluestacks, потому что там все максимально удобно и классно. Также вы можете, в принципе, выбрать эмулятор Memo, но там чуточку хуже, в Nox Standoff 2 почему-то сейчас стал плохо работать, так что я вам советую выбрать именно Bluestacks для того, чтобы нормально поиграть в Standoff 2 на ПК. Поэтому скачиваем, ребят, с этого сайта Bluestacks, нажимаем просто скачать. Итак, друзья, я уже, в принципе, скачал этот эмулятор, запустил, все настроил, я думаю, вы тоже справитесь без проблем с этим, ссылка на этот сайт, естественно, будет в описании, скачивайте с этого сайта и все будет у вас хорошо, поехали дальше. Итак, друзья мои, вот, собственно говоря, я и скачал Bluestacks, вот как он выглядит, это Bluestacks 4, возможно, я неправильно говорю с точки зрения английского языка по разношению, но, простите, я думаю, видно, понятно, о чем я говорю. Итак, друзья, здесь есть Google Play Store, то есть, в принципе, то же самое, что вы можете найти на своем Android, например, так что, блин, вообще без проблем. Так, далее, собственно, вот мы в Google Play, естественно, нужно зайти под своим аккаунтом, либо создать новый аккаунт, как бы без проблем. Мне здесь сразу Stand of 2 предлагает скачать, я уже его скачал, опять же, можете в поиске написать, ну, допустим, Stand of просто можно... Так, окей, Stand of 2, пожалуйста, все, вот, ребят, Stand of 2 есть и он, ребята, на ПК, далее нажимаете открыть, собственно, я уже его открыл, давайте, собственно, перейдем туда. Итак, друзья мои, вот, собственно, Stand of 2 у меня, вот он, как выглядит, кстати, ребят, добавляйте меня в друзья, как-нибудь скатаем, может быть, на стриме скатаем вместе с вами в Stand of 2, почему и нет. Вот, собственно, как выглядит Stand of 2, я также аватарку здесь поменял, сделал более-менее адекватную, как мне кажется, аватарку. Собственно, вот и все. Вот, ребят, сделал полноэкранный режим, здесь, как бы, все вообще прям шикарно и круто и классно. Давайте зайдем в настройки. Я также, ребят, выбрал регион Россия, в принципе, вы сами с этим, я думаю, тоже разберетесь, какой у вас регион, ближе, там, соответственно, ниже пинг и меньше задержка, это удобнее. Далее, ребята, счетчик КПС, либо вам нужен этот счетчик КПС, либо нет, у меня его нету, как бы и так вполне себе нормально себя чувствую. Далее, далее советую вам, ребят, перейти в настройку управления, вот как выглядят у меня настройки управления, достаточно все неплохо, хотя, конечно, можно немножечко там еще куда-то там подправить, допустим, увеличить чувствительность. Ну, я бы уменьшать, я точно не стал, ну, чувствительность, соответственно, мыши, то есть, я управляю этой игрой на ПК и управляю мышью и клавиатурой, как, допустим, в CS GO. Это очень круто, удобно, классно и дает охренительное преимущество перед другими игроками. Так что, ребята, это супер, это просто имба. Далее, ребят, советую зайти в кастомизацию и дополнительно настроить все управление. То есть, как вы видите, у меня вот такие вот настройки. Также дополнительные настройки вы можете сделать, вот нажав на эту кнопочку, игровое управление нажимаем. Я просто предлагаю вам, чтобы вы скопировали мои настройки, тогда у вас все будет нормально, адекватно работать, удобно, главное, будет работать. По дефолту у вас будут немножечко другие, немножечко другие настройки. Далее тогда нажимаем на кнопку редактировать. Вот эта кнопка редактировать. В принципе, здесь я не особо много что менял, я поменял вот, чтобы по колесику мыши можно было переходить в режим стрельбы, скажем так, с помощью мыши. То есть, это все достаточно удобно. Вот, ребят, все эти настройки, здесь я особо ничего не менял. Далее вы переходите в расширенные настройки. Расширенные настройки выглядят следующим образом. Далее, вот я примерно так все настроил. Я не буду все конкретно вам объяснять, вы можете, в принципе, все это посмотреть, скопировать. И, в принципе, по дефолту настройки не самые плохие. То есть, я немножечко подкорректировал под какие-то свои предпочтения, под какие-то свои, скажем так, буквы на клавиатуре, которые мне более удобны. И очень даже удобно стал мне играть в эту игру на ПК. Далее, когда вы уже все настроите, нажимаете кнопку сохранить, соответственно. Далее все это закрываете и уже катаете в игру. Я это просто все закрываю и перехожу, собственно, в саму игру. Нажимаем играть, выбираем какой вам хочется режим. Ну, чтобы в соревновательный режим проиграть, нужно как бы 10 уровня достичь. Ну, а, в принципе, все другие уровни, вернее, другие режимы доступны на, вот как в моем, допустим, втором уровне и на первом уровне, в принципе, тоже все доступно. Ну, допустим, я хочу сыграть, например, в закладку бомбы. Почему нет? Выбираем этот режим. И да, давайте еще одну штуку сделаем, нажмем на эту кнопочку, полный экранный режим, вот эта кнопка. Нажимаем выбрать. И у нас вот Россия, это показывает пинг, 41 пинг. Вот название карты, закладка бомба, побеждает команда по результатам 15 раундов. Все, в принципе, очень даже приятно и круто выглядит. Да, есть вот эти вот кнопки, но, в принципе, честно говоря, они мне вообще не мешают играть, ребят. Все комфортно, все классно, мне все очень даже нравится. Я очень рад, что вот так получилось все сделать. Итак, друзья, далее выбираем, соответственно, команду, какую вы хотите. Далее я нажимаю на колесико, чтобы перейти в режим стрельбы. То есть так я не могу управлять мышью. Сразу завалили. Окей, хорошо, нормально. Далее нажимаю на колесико и начинаю нагибать. Пожалуйста, начинай нагибать. Все, я управляю с помощью, соответственно, мыши, клавиатуры и играю на ПК. Останно два мобильные игрушки. Как-то здесь люди в основном играют на... Ну, надеюсь, в основном, что играют с помощью мобильного устройства. И с помощью мобильного устройства куда менее удобно играть в эту игру. Это что такое сейчас было? Это было жестко, но, видимо, справедливо. Справедливо меня завалили. Оу, оу. Вот, пожалуйста. Блин, ребят, вообще просто изи, изи, ребят. Просто максимально легко получается. Ну, правда, меня, конечно, нагибает. Допустим, со спины в основном, конечно, тебя вот тоже будут нагибать, я уверен. Мой дорогой зритель. Но, тем не менее, я уверен, что есть люди, которые куда выше меня скиллом и будут жестко, четко, мощно всех нагибать. Ребят, не забывайте ставить лайки и пишите в комментариях, если у вас получилось. Но, если не получилось, тоже пишите. Может быть, даже смогу помочь, если будут какие-то вопросы. Ребят, пишите в комментариях. Ну, и, конечно же, поделитесь этим роликом со своими друзьями, чтобы вы вместе смогли скатать, собрать какой-нибудь классный склад и всех нагибать. Всех победить, ребята, так что, ребята, реально рассказывайте своим друзьям, скидывайте ролик этот им. Так, ну и скачивайте, ссылка, ребят, есть в описании. Да, тут что у нас, тут получается, я могу смотреть за каким-то чуваком. Здесь уже, в принципе, началась катка. Я больше сейчас про ролик говорил, в принципе, про какие-то другие немножко вещи. Немножко отвлекся, так сказать, от самой игры. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если так, то почему бы не поставить лайк, друзьям рассказать, колокольчик нажать. Меня зовут Максим Шубин, канал Тренинный Интересный. Надеюсь, вам все понравилось. Нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе новых видосов. Смотрите мои прошлые видосы и пишите в комментариях, хотите ли вы, ребят, стрим по этой игре. Если хотите, так и пишите, хочу стрим. Ну и давайте наберем хотя бы 100 лайков под этим роликом. Всем удачи, всем пока!